Линд Стартап Раша 2015 Доброго дня! Мне посчастливилось открывать эту конференцию. Я очень рад, потому что мы сегодня здесь собрались. У нас прекрасная площадка, прекрасные люди, которые сюда приехали, прекрасные ведущие, прекрасная организация. И в первую очередь я бы хотел, конечно, поблагодарить всех тех людей, которые принимали участие в этом. Потому что меня в последнее время очень часто спрашивают, а как вы успеваете столько сделать? Или как ты успеваешь столько сделать? Я говорю, я это не делаю. Этим занимаются совершенно другие люди, которым я доверяю, которым я восхищаюсь, которые создают все то, что вы сейчас видите. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить их. Спасибо вам, ребят, за то, что вы это сделали. Я знаю, что это было сложно. Мы выбрали очень непростую тему для конференции, но тем не менее мы нашли для нее отклик. И то, что вы сейчас находитесь здесь, это большое достижение, я считаю. Lean Startup по своей методологии в мою жизнь вошел примерно несколько лет назад, когда я впервые познакомился с этим термином, обучаясь в Сколково Стартап Академии. И это навсегда и прочно изменило всю мою жизнь и мое мышление. К счастью, наверное, из такой российской смекалки мы вели свой бизнес всегда в соответствии с принципами Lean. И какое-то время после, когда мы это делали, мы поняли, что да, действительно мы делали все правильно и продолжаем делать сейчас уже с осознанием всех этих методологий. И то, что нас, я считаю, отличает от других компаний, то, что мы всегда стараемся показать то, что мы делаем, и делаем это открыто. Вот буквально на днях я знаю то, что мы перешли рубеж в 2,5 тысячи статей в нашем блоге LPGenerator. Это огромная цифра для нас. То есть мы выпустили 2,5 тысячи образовательных статей. Перевели, написали. И, естественно, это огромный вклад, который я считаю заслуженный. Над этим работает огромная команда, огромная команда редакторов, копирайтеров. И в том числе конференция – это наш вклад в то, чтобы бизнес в России становился более технологичный, более конкурентный, более интересный. Буквально вот в прошлом году я посетил Кремниевую долину и посмотрел воочию на те компании, о которых мы привыкли слышать. Это Google, Facebook, Twitter и много-много других. И я туда и ехал с неким трепетом. У меня всегда было такое отношение, что в России что-то не так, а там знают, как надо. Когда я приехал и посмотрел на это все, я понял, что нет. Это там что-то не так, а в России знают, как надо. Мы реально работаем больше. Мы реально работаем сильнее. У нас реально лучшие программисты в мире, лучшие инженеры, лучшие умы. И если посмотреть даже там реальный состав Кремниевой долины, то русские там занимают второе место, точнее третье после индусов и китайцев. Просто численно больше. Но их реально там больше, чем американцев, например. И в принципе те компании, которые мы видим, с большинством из них я общался. И там русские CTO, там русские специалисты работают, русские инженеры. И потом мне стало интересно, почему вот у нас этого не происходит. Нас всегда приучили сравнивать, что там хорошо, а у нас плохо. Как оказывается нет. В России все сильно хорошо и сильно становится лучше с каждым годом. И те компании, те прорывы, которые сейчас совершаются на рынках, они очень большие. Мы на своем примере это ощутили. То есть для такого сравнения разница российского и американского рынка по объему рынка в плане денег в 50 раз. Мы отстаем, хотя я бы сказал, что не отстаем, от наших ближайших конкурентов в 2-3 раза. То есть на рынке в 50 раз меньше. Мы сумели сделать лучший результат, кратно лучший, чем люди, которые работают на нем как бы вот global. И то, что мы сейчас видим, то, что наши технологии спокойно могут выходить в мир, спокойно покорять международные рынки. Быть English, быть Spanish, быть China. Нет проблем, нет ограничений, нет никаких рамок. И уже достаточно немало примеров российских компаний. Мы все их прекрасно знаем, но они действительно есть, их не надо умалчивать, которые известны по всему миру. И то, что бы мне хотелось, как для вас это прошла конференция, то, чтобы вы поняли то, что рамок нет. Рамки только в нашей голове. Единственное, что мы привыкли себя ограничивать, но весь мир как на ладони. Ничего не мешает нам завтра открывать бизнес в любой стране. Я знаю то, что российские предприниматели ценятся и уважаются во всем мире. Я общаюсь с достаточно большим количеством людей по всему миру. Я знаю то, что с очень большим уважением относятся именно к русским. И это большая заслуга, это большой кредит доверия, который необходимо реализовывать. И принципы lean позволяют на самом деле за минимальные сроки с минимальными бюджетами делать хорошие результаты. Результат – это то, что действительно определяет, насколько хороша компания, насколько она зарабатывает деньги, насколько она может двигаться вперед. И результат – это именно та составляющая, которая на самом деле сильно нас определяет по отношению, допустим, к тем же американским компаниям. Мы все смотрим на красивые истории по поводу капитализации, по поводу привлечения инвестиций. Но если посмотреть на российские реалии, ведь у нас все жестко. В России нельзя не зарабатывать деньги, в России нельзя не быть прибыльным. Тут нельзя получить какие-то халявные инвестиции. Тут за все это необходимо отвечать. И именно такие условия создают на самом деле настоящие компании, которые могут конкурировать и будут конкурировать, и уже конкурируют на мировых рынках. На этой конференции я считаю, что мы собрали один из лучших спикерских составов. И я с уверенностью могу сказать, что каждый человек, который будет на этой сцене, это человек, который имеет либо огромную методологическую базу, либо огромную практическую базу, либо и то, и другое вместе взятое. Я точно могу сказать про каждого спикера, что я любого, кто будет на этой сцене, порекомендовал бы лично. И нам хотелось организовать именно такую конференцию, на которой будут люди, которые действительно добились результатов, которые могут о них рассказать, которые могут показать своим примером, что результат, он опять же на вытянутой ладони. Максим, закругляйся, потому что у нас спикеры рвутся на сцену. Спасибо. И всего лишь ваш выбор. Будет он у вас, либо нет. Я вам желаю хорошего дня, приятных открытий и уютной атмосферы. Спасибо. Лин Стартап Раша 2015 Записано в студии Саундсервис